Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается рождественский пост, и мы уже к этому деланию, духовному подвигу подступали с разных сторон в течение многих лет нашей передачи. Вот сегодня мне вспомнилась одна замечательная фраза, одна из моих любимых цитат «Ни во святых, ни отца и ни нашего» Честертона, который говорил, удивительно, что прежде чем назваться христианином, тебе нужно назваться и сделаться приличным человеком, то есть джентльменом. Казалось бы, как эти две вещи совмещены? Оказывается, мы должны прийти уже приличными людьми в церковь, а не становиться приличными людьми там. И вот, собственно, мне кажется, рождественский пост, как и пост любой другой, он в том числе ориентирует нас на обретение вот этого самого приличного лица. Есть специальная наука, есть специальная область культуры, которая занимается приличиями – этикет. Мы сегодня решили поговорить об этикете с культурологической точки зрения, с тренером по этикету Светланой Трошаевой. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, тетя Сергей. Ну вот мы, и в этой студии, кстати говоря, я эту цитату уже употреблял, потому что у людей складывается впечатление, что можно быть христианином и можно быть, например, вандалом, можно быть христианином и быть хабалистым, можно быть христианином. И мы, в общем-то, долгое время разгребали все эти претензии к церкви, что очень много базарных бабок там внутри, что нарушаются какие-то банальные правила общения, что вот внутри церкви в худшем случае злобно-раздражительно-ужасно, в лучшем случае тепло-хладно. Редко кто там находит именно какую-то радость общения. Но для этого, как правило, стараются священники, и сама община, она как-то формирует вот этот внутри общинный, внутри церковный диалог. И поэтому мне вот кажется, что поговорить об этикете и о том, что оказывается действительно, прежде чем назваться христианином, надо стать джентльменом и приличным человеком, это очень важная вещь, очень актуальная для российской действительности. Потому что в Европе это может быть не так резко бросается в глаза, а у нас вот в России как-то сложновато с этим. У нас действительно мы, с одной стороны, душа нараспашку, с другой стороны, иногда эта душа нараспашку приводит все к некой простоте, которая хуже воровства. Вот. И вот именно по этой причине мне кажется крайне важным, актуальным поговорить об этикете. Наши зрители уже привычные. Мы обычно говорим некоторыми циклами, беседу проводим. То есть мы стараемся погрузить человека в тему максимально глубоко, чтобы не было такого шапшного и поверхностного разговора. Поэтому у нас ждет несколько встреч, несколько диалогов. И сегодня мне бы хотелось начать с каких-то общих вопросов. Вот сидит там, скажем, какой-то человек сейчас перед своим экраном и до сих пор, несмотря на всю эту преамбулу мою, думает, да как это вообще связано с верой? Зачем мне нужно знать, в какой руке держать вилку, в какой руке держать нож? Давайте поговорим вот с каких-то вводных вещей про этикет. Вообще, может быть, начать с того, сколько вообще лет существует этикет. Существует ли он с момента появления человечества? Сразу же он формируется, как только появляется человеческое сообщество. Или это, ну, нечто развивающееся, эволюционирующее? Или что-то, когда-то этого не было, а и вдруг люди об этом в общественном договоре договорились, что вот это прилично, это неприлично. Кто устанавливает рамки приличия? Вот этот круг вопросов давайте обсудим. Сколько лет этикету? Да, много вопросов. Давайте по порядку, чтобы мы все-таки разобрались за этот цикл программ с главным, да, с основным. Если говорить про термин «этикет», то он был введен Людовиком XIV в 16-17 веках. Когда на балы приходили гости к Людовику XIV, а это были очень пышные балы, это первый король, который помимо завоевания территории стал задумываться об эстетике. Для него было очень важно, чтобы все было красиво, чтобы люди общались, чтобы люди взаимодействовали. И вот он заметил, что люди общаются и взаимодействуют не так, как ему хотелось бы, а что после бала очень много остается последствий, тех, которые ему не нравились. И он стал раздавать своим гостям карточки, которые назывались «этикетки». И на этих карточках было написано, что можно делать на этом балу, а что делать нельзя. И, собственно, отсюда слово «этикет» вошло в речь сначала французов, потом европейцев, но потом уже и в нашу речь, когда Петр I начал активно путешествовать по Европе и завозить правила этикета к нам. Это говорит, если про термин. Но, конечно же, когда люди только появились на этом свете, на нашей земле, у них возникла необходимость взаимодействовать и контактировать друг с другом. И наверняка стали вырабатываться какие-то уже простые правила, да, как-то люди стали договариваться о чем-то. Иначе бы мы просто не выжили, да. Сапиенс и выжил, потому что научился договариваться, потому что мог говорить. И, конечно, правила и рекомендации какие-то определенные друг с другом, да, между племенами, внутри племени уже были. А вот вопрос, не является ли это усложнением жизни? Ну, если не про некую архаику, а именно про вот того же самого Людовика XIV. Ну, то бишь, вот есть некий рафинированный человек, которого не очень радует, скажем, грязь, оставленная в банкетном зале. И он исключительно, потому что, пользуясь некой авторитетностью, авторитетом власти, может жесткой рукой взять и сказать, вот это вот неприлично. И это очень усложняет жизнь его гостям. Точно таким же образом, скажем, приходит человек, потому что вот я сказал про простоту, которая хуже воровства, но, с другой стороны, мы знаем и другую поговорку про простоту, что где просто, там ангелов соста. Вот, скажет человек, зачем вот это все усложнение, там, вечернее платье, там, не знаю, какие-то, там, не знаю, салфетки такого-то типа, салфетки такого-то типа, вилка для рыбы, вилка для этого. Ну, это же все так усложнение, ну, какая разница, ты же просто ешь, вот, почему бы тебе не есть, там, ложкой макароны по-флотски и все на этом, да, то есть проще надо быть и люди к тебе потянутся. Не усложнение ли это жизни людской, не вязнут ли они в этих самых правилах? Давайте разберемся для начала все, что такое этикет. Давайте. Да, потому что вот сколько общаюсь, сколько провожу класса по этикету, задаю этот вопрос, что такое этикет, и у каждого будет свой вариант ответа. Каждый приходит с своей задачей, каждый приходит с каким-то своим запросом, и каждый подразумевает под этим что-то свое. Вы уже несколько раз употребили слово вилки, ложки, салфетки, то есть в большей степени про столовый этикет. А для кого-то этикет – это про манеры элегантные, как красиво сесть, там, как выйти из машины, как себя преподнести. Для кого-то этикет – это коммуникация, это умение выстроить правильную, качественную коммуникацию с другим человеком. Для третьего – это еще что-то. Поэтому для каждого человека этикет будет что-то свое. Вот для вас что такое этикет? Вот для меня этикет как раз, наверное, про второе, вот то, что вы назвали, это про коммуникацию. То есть для меня, может быть, не составляет проблемы что-то перепутать, там, не знаю, может быть, в столовом этикете. Хотя, конечно, я просто не был у Людовика XIV и не был у королевы английской. Слава Богу, я думаю, что мы это не говорили. Хотя, с другой стороны, вы знаете, мне сейчас вспомнилась удивительная история с Юрием Гагариным, который был на приеме у английской королевы. И, ну, приехал наш советский летчик, вот, его посадили. Понятно, что там сервировка, там, в общем, все по высшему разряду. И он там что-то начал то ли путать, то ли перепутал какие-то приборы, начал есть, ну, не совсем по этикету. И меня поразило то поведение и реакция английской королевы. Она сказала, уберите это все, и начала есть так же, как и он. Вот для меня это этикет, потому что в данном случае королева нечто второстепенное, может быть, и малозначимое в сравнении с коммуникацией, выстраиванием отношений, она отодвинула за скобки. И поэтому для меня, как для православного христианина, в том числе, да, который думает, там, 24 на 7 об исполнении заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя», я думаю, а как это реализуется вот в простых, в простом бытовом пространстве? Как мне вот выстроить отношения и общение, например, со Светланой таким образом, чтобы, во-первых, Светлана захотела со мной продолжать общаться, и чтобы мы вообще как-то вышли на какой-то более высокий уровень, может быть, дружбы или какого-то доверительного там диалога и так далее, чтобы мы, разойдясь, не подумали каждый друг про друга, все, этот человек был последний раз в моей, там, передаче в моем доме, в моей жизни и так далее. То есть выстраивание диалога, выстраивание коммуникации, для меня, мне кажется, что это главный инструмент этикета для вот этого. И с этой точки зрения, получается, этикет усложняет нашу жизнь или упрощает ее? Ну, я вот думаю, что он усложняет в каких-то вещах, да, то есть, ну, например, мы вот до эфира поговорили про Татьяну Полякову, которая, например, ну, вот мы об этом будем говорить с вами во второй нашей встрече, во второй нашей передаче про как раз этикет общения. Ну, вот она, подошел молодой человек, он должен поприветствовать мужчину, он должен поприветствовать его спутницу, и он должен поприветствовать спутницу, понятно, ни рукопожатием, ни похлопыванием по плечу. У нас сейчас как бы сразу рисуется картинка элегантная, что он должен взять ее руку поцеловать, но оказывается, он не должен коснуться губами ее руки. И вот получается, если вдруг на этом месте будет, на месте этой девушки будет как раз Татьяна Полякова, и я, уволень, самарский, зная, что надо как-то поприветствовать, но не зная как, коснусь, например, губами ее руки, она, например, сразу же дистанциируется. И тогда вопрос, что вот, казалось бы, ну, это правило кто-то придумал, и это правило усложнило нам сейчас вот просто коммуникацию. Ну, подумаешь или не подумаешь? Вот вопрос. Не подумаешь. На самом деле все усложнения у нас в голове. Давайте вот, я на этикет смотрю очень просто, и для меня это в первую очередь помощник, да, что такое этикет. Этикет – это то, что действительно помогает нам в первую очередь выстраивать наши коммуникации, делать нашу жизнь проще по всем параметрам и абсолютно во всех сферах нашей жизни. Когда мы говорим про этикет, то мы не думаем только там про поведение за столом или про поведение в машине или про коммуникации с противоположным полом. Когда мы говорим про этикет, то мы можем, благодаря этикету, регулировать наши коммуникации на любом круге общения. В ближнем круге, внутри дома, внутри семьи, там тоже выстраиваются свои правила, свои коммуникации. Мы тоже договариваемся, и это тоже этикет. Когда мы выходим за рамки нашего дома, то те правила, которые работают в нашем доме, в нашей семье, они уже могут там не работать, да, когда мы вышли уже за дверь. И там тоже должна быть какая-то общая основа у всех людей, да, потому что я вышла из семьи со своими правилами, вы вышли со своими правилами, и остальные 10 человек, каждый со своим правилом вышел. И мы пытаемся взаимодействовать, а у нас не получается. У нас трения, у нас конфликты, и мы пытаемся как-то, да, так было, например, в моем юношестве, в моем детстве. В моем детстве нас этикету не учили, и мы, так сказать, пограблим шли и учились этому уже на своем опыте, по своему опыту. Сейчас можно эту основу выстроить общую в плане коммуникации, в плане культуры, чтобы нам было действительно комфортно взаимодействовать вот на этом уровне в общественных местах хотя бы, да. Понятно, чтобы нам было. То есть наша... Когда возникает доверие? Вы сказали, то есть вот мне хочется, чтобы человек мне доверял, чтобы коммуникации улучшались. То есть когда возникает доверие? Ну, я думаю, что если я не лукавлю, не лицемерю, если в общении моем нету каких-то двойных сигналов, то есть когда я, например, говорю одно, а улыбка, жест, действие говорит о другом. То есть я вроде бы типа приветлив в словах, а, скажем, совсем невербальные жесты мои, они делают двойной посыл, то есть они как раз в большей степени говорят о том, что я сейчас напряжен или не совсем приветлив, или не совсем хочу сейчас с тобой разговаривать. Так или нет? Другими словами, да, немножко просто обобщим. То есть когда человек, во-первых, понятен, а во-вторых, приятен, то есть это вызывает доверие. То есть вот эти два фактора. И чтобы быть понятным, да, нужно говорить, соответственно, на каком-то приблизительно одном языке. Да, и так произошло в 20 веке, что наша культура была разрушена. Мы все знаем, да, многие печальные события, была революция, была Великая Отечественная война, перестройка. Сначала все это разрушали, а потом это некогда было восстанавливать. Да, в 90-е годы была задача выжить. Ну какой там этикет, да, когда первая ступенька пирамиды Маслоу еще не закрыта, про этикет никто думать не будет. И пандемия, да, вот эта первая волна, она тоже это показала. Мы со специалистами списывались, насколько интерес к этикету был снижен, когда вот так вот всех закрыли на два месяца дома. Все думали, где бы гречки достать. Вот, но это нормально абсолютно, да, психологи об этом уже много раз написали. Хорошо, я прошу прощения, что перебью, то есть просто вопросы возникают по ходу. А вот, например, все эти вещи с масками, с перчатками, с отсутствием, вот с этим поменявшимся приветствием, когда мы тут уже не руки жмем, а там, не знаю, локтями друг с другом, ногами некоторые там здороваются, да. Вот, это этикет или, вот, ну, то есть, получается, в условиях экстренных этикет берет, трансформируется, модернизируется и, ну, условно говоря, эволюционирует. Сейчас же, когда я захожу, ну, там, не знаю, в какое-нибудь общественное место без маски, люди агрессивно реагируют не только потому, что я могу быть носителем некой угрозы, но и вот это уже теперь неэтично появиться тебе. Ты как будто бы нарочито демонстрируешь свою незаботу и неуважение к здоровью, там, других людей. Так это или нет? Это вот можно ли это отнести к формирующемуся этикету в 21-м году, 21 века? Я всегда говорю о том, что этикет — это подвижная субстанция. Это не что-то законсервированное, что придумал вот Людовик XIV, да, в XVII веке, и мы до сих пор этим пользуемся. Конечно, нет. И мы всегда смотрим, насколько данное правило и данная рекомендация, она актуальна вот здесь и сейчас. И насколько она актуальна для нашей страны. Потому что мы примкнули к европейскому этикету, да, теоретически, но практически это невозможно сделать на 100%. Потому что наша страна несет огромный культурный код, и у нас есть много областей, да, которые в Москве живут так, в Сибири по-другому. И сделать это можно только насильственно, но не нужно. Мы знаем уже такие, да, Петр Первый пытался в свое время. Мы знаем эти примеры. Поэтому за то, чтобы это мягко все-таки через специалистов, через обучение в школах потихонечку проникало в нашу социальную жизнь. Научение всем этим правилам. Как я уже сказала, эта подвижная субстанция, он действительно меняется. Что-то появляется новое, что-то уходит. И мы всегда смотрим, сейчас мы можем это правило применить, оно подходит для сегодняшних коммуникаций или нет. Иногда бывает у нас, у меня на классах, люди бывают разные, бывают бизнесмены, которые говорят, не работает ваше правило, мы в бизнесе там уже 30 лет, и работает вот так вот, да, вы неправильно говорите. И тут нужно понимать, правило не работает, или мы просто не доросли еще до него. То есть где-то бывает действительно, что правило изжило себя. Например, те же реверансы, или тот же поцелуй руки дамы. Поцелуй руки дамы на самом деле уместен только в официальной ситуации. А поцеловать, например, руку своей соседке, приветствую ее, это будет неуместно. И основной признак вообще рекомендации по этикету – это уместность. То есть нужно понимать, где сейчас уместно какой-то поступок сделать, а где нет. Поэтому с поцелуем тоже будьте аккуратнее, прежде чем всех дам приветствовать таким образом. Вот вопрос с этой уместностью. Есть люди, которые не обучаются этикету, но они очень, ну, это может быть признак эмпатии, то есть когда они очень настроены на волну другого человека, они эту как бы уместность считывают на интуитивном уровне. То есть вот это вот уместно здесь и сейчас, вот это неуместно сейчас. Этикет, получается, он призван помочь тем, у кого такой интуиции нет или как? То есть вот каким образом человеку, у которого нет такого чутья, или там напрочь в детско-родительских отношениях эту эмпатичность убили, вот он заходит, и он, куда бы он ни зашел, не знаю, в чужой ли дом, на официальный банкет, он ведет себя как слон в посудной лавке. Очень неуклюже, очень неуместно, он что-то делает, он как-то неуместно шутит, он громко смеется, или он задает неуместные вопросы, и там, и так далее. Вот как научить этой самой уместности, как ее, условно говоря, чувствовать, понимать? Вот по моему опыту, такие люди, как раз они приходят на класс по этикету, приходят, как правило, те, которые уже тему изучают, и такие уже, они собраны, они все знают. Поэтому мы говорим о том, что нужно, конечно, в широком значении преподавать этикет. Сейчас это точечно происходит, хорошо, если будет в широком. А по поводу уместности, в этикете нет правил на самом деле. То есть есть какое-то понятие Википедии, если мы сейчас откроем и наберем, что такое этикет, там будет это, там набор правил для того, чтобы выстраивать коммуникации в социуме. Но на самом деле в этикете правил нет. Есть рекомендации. И мы можем или следовать этим рекомендациям, или нет. Почему мы решаем, следовать или не следовать? Исходя из целей своих, да, чего мы хотим в итоге получить, какие плоды мы хотим получить, какой результат мы хотим получить. Исходя из этого уже, мы решаем для себя, да, следовательно. Этикет – это не уголовный кодекс, как я люблю говорить, потому что некоторые, приходя тоже на класс, так, все записали, все, теперь я буду четко этому следовать. И тут же хочется сказать, зачеркните. Все зачеркните и не следуйте. Включайте здравый смысл. Потому что есть еще соблазн списать все на правила. Вот написано, я буду делать так. Вот мне дали правила. И в конце любого обучения я говорю, теперь забудьте все правила и включите здравый смысл. То есть у вас есть рекомендация по этикету. У вас есть здравый смысл, соединяйте этих двоих. И тогда вы примете самое правильное решение. Когда у вас возникает вопрос, а как поступить в той или иной ситуации? Как королева Елизавета. Если не знаете, как поступить, поступайте, как королева Елизавета. Кстати говоря, насчет королевы удивительно. С Гагариным она поступила вот таким образом. А со своей невесткой Меган, которая основная претензия к ней, что она вообще не знает, как себя вести. Что она дикарка и так далее. То есть она и ее, соответственно, мужа Гарри, что ли, зовут принца, фактически выгнали со двора. То есть удивительно. С одной стороны, кому-то мы эти требования не предъявляем и готовы играть по правилам, может быть, менее образованного, менее знающего. С другой стороны, вот к вопросу о нарушенной коммуникации. То есть вот раз, и это же твоя родня, это же жена твоего сына. Ну, разве это столь важно, что вот там какое-то неуместное поведение где-то на каком-то приеме разрывает почти родственные связи? Ну, не то, что, конечно, ее забыли и знать не хотят. Это скорее русская история такая, выгнать из дома и так далее. Но в целом, да, то есть к ней очень относятся холодно и к ней очень относятся с каким-то таким натянутым отношением к ней подходит. Вот именно поэтому я еще раз хочу сакцентировать внимание и задать вот этот вопрос. Этикет не усложняет ли жизнь? Не усложняет ли он жизнь людям? То есть действительно ли он должен быть, присутствовать в нас, в нашей культуре? Или же можно обойтись без него, ну, просто быть эмпатичным, добрым, хорошим, замечательным человеком, как говорят, ну, лишь бы человек был хороший. Ну, подумаешь, что в штору сморкается при входе домой, да, к нам в гости. Ну, главный человек хороший. Как вам кажется? Можно я про Мэган Маркл прокомментирую ситуацию? Потому что на самом деле королева поступила максимально правильно в данной ситуации. И я тоже люблю это говорить. Не все нужно упрощать. Да, сейчас есть такая тенденция, мы много упрощаем. Сейчас мы идем как раз по этому пути упрощения. Давайте тут упростим, там упростим. Но где-то нужно держать планку. Иначе мы будем не расти, а мы будем спускаться, да, по социальным ступенькам. А держать сложнее всегда гораздо, чем спуститься. Поэтому с Мэган Маркл абсолютно верно, потому что, в свою очередь, Мэган, вступив в королевскую семью, прекрасно отдавая себе отчет в том, что в Англии до сих пор действует это жесткое сословие, человек не взял на себя эту ответственность. Да, то есть когда человек принял решение, что я готов вступить в королевскую семью, ты с этим берешь на себя ответственность следовать определенным правилам игры. Если ты этим правилам следовать не хочешь, ну, нужно как-то этот вопрос решать. То есть надо быть готовым расплатиться? Не расплатиться, я думаю, что во всем хорош баланс. И золотое правило этикета, даже принцип этикета звучит так, как удобно мне, удобно со мной. И если мы этот баланс соблюдаем, то, в принципе, наши коммуникации всегда выстраиваются достаточно мягко и хорошо. Про то же сморкание в шторы. Если я понимаю, что это будет некомфортно хозяевам дома, я этого делать уже не буду. И вот этот баланс мы всегда, в принципе, в наших коммуникациях пытаемся найти. И Меган, проявляя уважение, на чем строятся все рекомендации по этикету? В первую очередь на уважении к другому человеку. И каждая рекомендация, каждое правило, когда мы думаем, а как мне поступить здесь? Я вот не знаю же правила по этикету, я не учился у Светланы, как мне, у Татьяны. Как поступить? Я понимаю, сейчас я могу поступить, исходя из уважения к этому человеку. Это как? Да, потому что все говорят, надо любить друг друга. Да, вот заповедь, возлюби ближнего своего. Есть. А как возлюбить? Там списка нету дальше. Да, в чем это проявляется? Не приложено. Так же и с уважением. Да, все хотят, чтобы их уважали. И мы понимаем, что вроде бы надо уважать. У нас в чат родительский часто пишут, господа родители, давайте уважать друг друга. Но никто не понимает, как уважать. Для кого-то не уважать, это не писать, например, в час ночи в чат. Для кого-то не уважать, это не писать голосовые сообщения в общий чат. Для кого-то не уважать, вернее, уважать, например. Для кого-то уважать, это, например, не материться. А для кого-то вообще не писать лишний раз. То есть это настолько у каждого свое понятие, какое-то будет. Поэтому еще раз возвращаемся к тому, что это должны быть прописаны четкие общие рекомендации, с которыми все согласились, сказали да. Да, мы понимаем, что это проявление уважения, и мы согласны действовать так. Ох, Светлана, спасибо огромное. У нас потихонечку время нашей передачи на сегодня подходит к концу. Для наших телезрителей мы поясним, что в следующий раз мы встретимся и поговорим уже именно о правилах и нормах некоторых, да, которые помогут вам, облегчат вам задачу налаживания коммуникации, именно общения с людьми. На сегодня, резюмируя, да, мне кажется, очень важно вот это вот еще раз проговорить, сфокусировать, что оказывается, этикет, он является естественным продолжением уважительного отношения к людям. И тогда, когда ты настроен именно на некоторое уважение, когда ты чтишь границы другого человека, когда ты уважаешь и с честью и достоинством относишься к своим, границам, это вот в этом зазоре или в этой, в этой точке, да, соприкосновение двух границ, и рождается интуитивно та самая уместность считываемая. И еще, мне кажется, очень важно, оно прозвучало вскользь, но мне кажется, фокус внимания очень важно здесь еще раз навести, что этикет – это то, что нас заставляет дорасти, то, что нас вытягивает в вертикаль. И как тут не вспомнить другую евангельскую фразу «Будьте совершены, как совершенен Отец ваш небесный», потому что обычно считают, что совершенство в данном случае – некая законченность в святости, а мне вот кажется, что это вытягивание как раз в ту самую высоту, которую имеет Господь. Эту самую высоту нужно уметь в себе культивировать и достигать, и с другой стороны, определенным образом эту высоту уметь разглядеть в другом человеке и уважительно к этой высоте, к этой вертикали внутренней, к этому внутреннему духовному позвоночнику, очень красивому, к Богу созданному, с уважением отнестись. Вот, мне кажется, на это мы пока поставим многоточие, а в следующий понедельник, присоединяйтесь, дорогие друзья, мы продолжим говорить о том, как же все-таки выстраивать коммуникацию с людьми. Храни вас Господь. Спасибо, Светлана. Спасибо. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовой поддержки